Ребят, всем привет-привет! Я здесь появляюсь крайне редко. И сегодня я вам расскажу о том, без чего невозможно выращивать цветы. О нашем списке препаратов, топ-10 препаратов, без которых просто невозможно вырастить наше кашпо. Это наша аптечка, основа нашей аптечки. Берите ручку, записывайте, потому что это крайне ценная информация. Вы ее больше нигде не найдете. Итак, приступим. Давайте. Значит, вот я собрала здесь все наши бутылечки заветные, которыми мы пользуемся. Главное, на что хочу обратить внимание, это Плантофол. Плантофол от фирмы Валагра. Мы используем три формулы. 20-20-20, 5-15-45 и 10-54-10. Мы их используем все три, какую-то больше, какую-то меньше, на разных стадиях развития. У нас, кстати, можно приобрести руководство, где я подробно описала по подкормкам, все этапы. То есть, какое мы удобрение используем, какие мы стимуляторы используем, как разобраться вообще в сложном мире удобрений. И вот в том числе, там у меня указан Плантофол, потому что мы реально пользуемся Плантофолом. Плантофол работает по листу. Это удобрение содержит прилипатель. То есть, оно очень хорошо усваивается растением. Там хороший минеральный состав. И оно работает 100%. И при этом очень-очень экономично. То есть, 1-2 грамма на литр грунта, на литр воды. На литр грунта уже говорим. На литр воды. То есть, мы разводим буквально столовую ложку на лейку и опрыскиваем. Это очень экономно. То есть, у такого пакета, в принципе, в среднем на сезон может хватать. Давайте дальше посмотрим, что же у нас есть помимо Плантофола. Помимо Плантофола, значит, нам, конечно же, нужно использовать стимуляторы. О которых тоже, кстати, я рассказывала в руководстве. Мы пользуемся также от фирмы Валагра стимуляторами. Это стимулятор Радифарм. Он работает на корневую систему. То есть, помогает развиваться корневой системе полноценно. Мы его используем при пикировке, перевалке, пересадке. То есть, во всех стадиях, когда нужно нарастить корневую массу, мы используем Радифарм. Мегафол. Это препарат, также от фирмы Валагра. Это препарат антистресс. И мы используемся при всех стрессовых ситуациях. То есть, какие у нас стрессовые ситуации бывают у растений. Это, допустим, транспортировка. То есть, перед тем, как отправлять черенки, мы обязательно обрабатываем мегафолом. Это заморозки. Это жара сильная. Это пересушка. Это когда вредители напали. То есть, в любых стрессовых. Пересадка, перевалка также являются стрессовыми ситуациями. И во всех этих стрессовых ситуациях, желательно до того, как у нас произошла стрессовая ситуация, обработать. Ну, можно, конечно, и после. То есть, он не дает никаких, по сути, минералов. Но за счет содержащихся фитогормонов, очень хорошо стимулирует наше растение и придает ему сил. Так, дальше. Это значит, у нас были с вами стимуляторы. Ну, и теперь, конечно же, борьба с вредителями и борьба с болезнями. Давайте наши все препараты разделим с болезнями. У нас Квадрис, Привикур и еще у нас здесь нет препарата Максим. Препарат Максим мы начали использовать, наверное, самым первым. В этом препарате мы, во-первых, замачиваем луковицу тюльпана. То есть, это фунгицид очень мощный, хороший. Он для клубневых изначально предполагался. Но помимо того, что замачивать клубни, мы еще препаратом Максим пользуемся при посеве. И раньше даже использовали еще при черенковании. При посеве. То есть, я развожу его по инструкции так же, как нужно и замачивать клубни. Ну, а проливаю наш грунт перед посевом. То есть, пролила и потом сею. И все, и нет никаких грибковых заболеваний, никаких черных ножек и так далее. Потом, кроме Максима, мы пользуемся, конечно же, Привикур Энерджи. Это очень хороший фунгицид, который работает при корневой. То есть, мы им осуществляем полив, чтобы наши растения не заболели. Кроме того, он еще и стимулирует корневую массу, тоже корневую систему. Очень хороший препарат. Препарат Квадрис. Это препарат системного действия. Он, получается, работает как на корень, так и на вегетативную массу. От грибковых заболеваний. Прекрасно работает, тоже им пользуемся. Так. Теперь, значит, у нас борьба с вредителями. Условно, значит, давайте разделим. У нас здесь получается. Вертимек – это препарат от клеща, акарицид, да. Аберрон – это инсекто-акарицид, то есть, он и от клеща, и также от белокрылки, трипса и так далее. И инсектициды, да, это типейки и октары еще используем. У нас она закончилась. Упаковки, к сожалению, нет. Показать вам. Но я вам сейчас сделаю фото, и я вам покажу. Так, смотрите, значит, да. Вертимек – это вообще наилучшайший препарат от клеща. То есть, мало того, что он работает при довольно-таки низких температурах, он работает на все стадии клеща. Плюс им можно использовать его даже на огурцах. То есть, понимаете, вообще шикарный препарат, отлично работает, мы им пользуемся. Потому что для меня, допустим, паутинный клещ намного страшнее, чем белокрылка. От него сложнее намного избавиться. И вот вертимек – это, конечно же, наш спасатель в борьбе с клещом. Аберрон рапит – это инсекто-акарицид, да, то есть, с ним работаем. Он и от клеща работает, и от белокрылки, трипса, то есть, да, тли. То есть, такой хороший препарат обширного широкого действия, да. Так, потом я вам хотела рассказать про типейки, расскажу, и про актару. Актара, значит, да, незаменимый препарат, хоть и старый давно, да, уже мы его знаем, но препарат действительно хороший. В первую очередь, значит, это единственный препарат, который работает от почвенного комарика. Вот единственный. Больше никакой препарат не работает. Но нужно учитывать, да, какой мы берем актару. То есть, актара – это либо должна быть профессиональная актара от сингенты, либо, если вы покупаете в садовых магазинах, тоже обращайте внимание. Вот сейчас вот Николай здесь прикрепит нам фотографию, да, чтобы это был именно беленький такой пакетик, и чтобы был значок сингенты. Только такой, никакая жидкая от каратара, никаких других упаковках. Это все не работает. Ребята, обращайте внимание, следите за своими финансами. Не нужно брать то, что как бы не работает, да, потом разочаровываться в препарате. Потому что актара чудесно работает и от комарика, и от кли, от белокрылки. Но нужно брать от сингента именно. Типеки. Это, конечно, лучший препарат от белокрылки. Он реально работает, работает с первого раза, срабатывает. Главное – развозить по инструкции. По инструкции развели, обработали хорошо лист с каждой стороны, да, обязательно с внутренней стороны обрабатываем, потому что у нас там белокрылка. И все, и про белокрылку можно забыть. Ну, для усиления эффекта, конечно, можно, допустим, через 5 дней обработать либо снова типеки, либо каким-то другим препаратом. То есть можно делать 2-3 обработки, вот, желательно разными препаратами. Но вообще типеки работают. Поверьте, мы им обрабатываем один раз, и все, и у нас белокрылки нет, несмотря на то, что мы выращиваем фуксии. Многие считают, что если есть фуксия, все будет белокрылкой. У нас белокрылки нет на наших фуксиях, потому что мы пользуемся препаратами. Еще хотела вам сказать, да, то есть это наш топ препаратов. Вот, хотела вам сказать, что мы активно используем баковые смеси при обработке, да, то есть мы все эти препараты, они все совместимы, то есть их можно вместе смешивать. При этом дозировку мы не меняем, да, то есть она остается прежней, как у нас указано, вот, и обрабатываем. То есть за одну обработку мы можем сразу же и от грибковых заболеваний обработать, и подкормить наши растения, и от клеща, и фунгицидом обработать. То есть комплексно, да, это баковая смесь, это когда мы комплексно обрабатываем, сразу действуем на несколько точек, да, как бы. Итак, ребят, смотрите, я вам не могу здесь очень долго рассказывать по каждому препарату, да, о всех видах болезни. Это займет очень много времени, поэтому сейчас мы с Николаем готовим руководство по вредителям, по болезням и по мере борьбы с ними. Руководство будет большое очень, объемное, емкое. Там будет собрана вся информация, причем эта информация не только та, которую мы получили со своим опытом работы, да, но и информация, которую мы получили, прослушивая курсы и семинары производителей мирового уровня, да, то есть там будет в комплексне вся просто собранная информация. Наше руководство, оно будет, получается, в электронном формате, файл PDF. Вы его оплачиваете, скачиваете, и оно навсегда остается с вами. Им очень удобно пользоваться на мобильном телефоне, да, то есть оно прям просто мы листаем, с вами смотрим. Вот, очень удобно. Адаптировано под компьютер полностью. При желании вы всегда можете его распечатать. Распечатать, и у вас будет лежать пособие. Что-то случилось с растением, вы всегда туда заглянете и найдете, что у вас происходит с растением и как с этим бороться. Вот, уже скоро, я думаю, что где-то... Я думаю, что в сентябре мы, в принципе, подготовим наше руководство, и к концу сентября оно у нас выйдет, и к следующему сезону вы будете во всеоружии. Ну, а я с вами прощаюсь. Все, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok